Когда горит огонь, бабка в деревне готовит деду кашу, продуманный сосед в общаге варит самогон, а истинный мастер кунг-фу медитирует и решается на серьезные вызовы. Привет желтопузо и листья березы, с вами Федорович, а в этом видео я вам покажу реальный мега бой между легендой Муай-Тай Буакавом и настоящим мастером кунг-фу по прозвищу Дракон, а потом в конце боя я вам покажу возможных мастеров этого великого молниеносного удава в тени кактуса и его подготовку к бою. Когда есть деньги и вино, друзья найдутся, а когда называешь себя мастером кунг-фу по прозвищу Дракон, достойных противников нужно искать самому, а то мало кто готов с тобой сразиться, а тот кто мало кто, уже не уверен, что хочет того, что может. Чудо этого боя прежде всего в том, что мастер кунг-фу, как червяк уверенный в том, что доберется до серединки сладкого яблока, был уверен в своей победе против легендарной машины для убийства Буакава. Тренер перед боем с улыбкой на устах сказал Буакаву лишь одно. Пожалуйста, Бука, не убей его. Все-таки он бабки заплатил. Дай людям хоть пару секунд зрелища. И банча Мэг смиренно кивнул. Но что означал этот кивок? Смиренная, конечно, учитель? Или дерзкая, ага, конечно, мы узнаем в бою? А наш бой, который войдет в историю единоборств, как противостояние двух великих мастеров, начался. Обратите внимание, что Буакав работает в перчатках, а мастер кунг-фу в беспалых битках. Хоть это явное преимущество в силе удара, но это необходимо, чтобы великий дракон мог показать всю силу своей техники, проводя невероятные захваты, делая нереальные удары по жизненно важным органам. И, может быть, мы даже увидим прикосновение стальных пальцев в смертельные точки. Субтитры создавал DimaTorzok Очень неожиданный. Но ожидаемый конец боя где-то третьим-четвертым ударом, который получился локтем по горбу, вернее, по чешуе черного дракона. После чего рефери и так бегавший, как перепуганный, целую минуту по рингу и постоянно останавливающий бой, чтобы, не дай бог, мастера не убили раньше времени, сказал, ну вас к хренам собачьим, я останавливаю это побоище, а то мне потом отвечать. И остановил такой прекрасный, как лепесток вишни в березовой роще, бой. Все-таки мастер дракон в какой-то мере красавчик, особенно если он добился этого боя сам, а не оказался сыном какой-то шишки, чтобы раскрутить свой зал, рассказывая, как его кунг-фу избивала Буакава. Ведь это не вызов на бой какого-то полу-новичка с ближайшего зала, а вызов топового бойца, который перебил лучших из лучших в свои лучшие годы. Я даже не знаю, уважать за это дракона, если это обдуманный поступок, или поругать, если это решение пришло ему в процессе медитации после литры горячего саке. Но мы имеем то, что имеем, а свое мнение вы можете выразить в комментах. Как бы там ни было, бой состоялся, и был он так же быстротечен, как ледяная горная река, и так же отрезвляюсь для мастера. А сейчас вы будете сильно удивлены, ведь я вам покажу сенсеев, которые готовили нашего мастера к этому бою. Как можно было проиграть с такой подготовкой, остается вселенской загадкой. Такой же, как меняет ли рак свою ракушку, или ракушка растет вместе с раком. Мастер Чи всегда говорил дракону, живи спокойно, придет весна, цветы распустятся сами. Поэтому первый этап подготовки заключался в накоплении внутреннего спокойствия и энергии Чи, которая в нужный момент должна была разорвать печень жалкого тайца, как барбос кусок мяса. Как видите, по всей разбитой посуде у себя в комнате, эта техника работает. Просто времени для подготовки к бою было слишком мало, и наш мастер не успел освоить все энергоимпульсы. А то бы Буакалу не повезло. Рано или поздно из цветка абрикосы появляется сочный плод, который гниет в траве. Так и наш мастер после накопления Чи перешел в ученики к более продвинутому сенсею, который устроил второй этап подготовки – спарринг-сессии. Для этого была закуплена лучшая защита для учеников, которая отражает не только физические, но и энергетические удары, что просто необходимо, когда в дело вступают такие монстры. Ну ничего, заживут раны, забудешь о боли. А пока нужно, несмотря ни на что, терпеть и валить всех и вся бесконтактно, лишь слегка виляя бедрами, которые так усердно качал в тренажерном зале рядом с фитоняшками, но не трогал их, ибо мастер не должен поддаваться мирскому, а должен думать только о вселенном. Пишите в комменты, у какого мастера вы бы взяли уроки и сколько секунд простояли бы против дракона в ринге. Конечно, в полной радиоактивной защите. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok